Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владимир Борисов. Хочу вас познакомить сегодня с новой книгой Валерия Алексеевича Чудинова «Почему не хотят признавать русские древности». Буквально через 30 минут состоится презентация этой книги. Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, коротко, о чем эта книга и как вам пришло? Ну, понятно. Сначала я хотел бы поговорить о том, что такое русские древности вообще. Значит, ну мы привыкли к тому, что наша история ограничивается всего тысячу лет. То есть мы считаем, что исторические источники – это прежде всего летописи. Но, как выяснилось, есть много других источников, которые пока наука не принимает во внимание, хотя они не меньше источников. Ну, во-первых, это культовые камни, на которых написано, какому храму они посвящены. Они, как правило, так называемые маяки, которые показывают близость храма, они называют какой храм, и специально на них обращают внимание, но это как указатели. Это один вид. Есть мелкие камни, микролиты, вот, скажем, такой величины. Я почему это говорю? Потому что был такой период, когда старались уничтожить все памятники нашей древности. Это было совсем недавно, это был конец 17-го, весь 18-й, начало 19-го века. Вот, поэтому было бы интересно найти еще какие-то источники. Я их тоже нашел. Если посмотреть сверху на любой пункт из космоса, с высоты 500 метров, километр, 2 километра, мы видим, что, во-первых, в некоторых местах деревья, высаженные в определенном порядке, образуют буквы, эти буквы образуют надписи, и мы можем узнать, где находились деревни и храмы. Например, скажем, Оптино-пустынь – это бывший храм Рода, и на его месте как раз христианский храм. Рядом был храм Мары, сейчас там женский монастырь, рядом город Козельск. Отчего он так называется? Дело в том, что древние русы считали, что наиболее интересный зооморфный лик Мары, богини Смерти, – это козлик. Так что понятно, что рядом с храмом Мары вырос город, который назвали Козельск. То есть вы хотите сказать, что взгляд из космоса нам помогает увидеть те места, где были ранее построены архитектурные памятники прошлого? Ну, не просто архитектурные памятники, пультовые памятники – это гораздо серьезнее. Нам кажется, что в индийском нашем, в далеком прошлом, на самом деле это не так. Но, как вы знаете, у нас города, в которых было принято христианство – это Киев и Новгород. Вы нигде не прочитаете о Москве, что там с самого начала было принято христианство. О других городах этого не прочитаете. Потому что его там и не было. То есть это было христианство не всея Руси. Киевская Русь только. Да, и даже не всей Киевской Руси, конкретно города Киева или конкретно города Новгорода. Понимаете? Значит, в других местах сохранились вот эти ведические памятники вплоть до середины 17 века. До реформы патриарха Никон. А поэтому, если, скажем, даже в 17 веке сажали деревья и ими писали, где какой храм, это уже можно определить. Вы представляете, как это здорово? Археологи говорят, чем дальше в Сибирь, тем больше в храмах свастик. Ну, естественно, естественно. Дальше. Писать могли не только деревьями, писать могли просто на земле. Проводили огромные борозды. Вы знаете понятие геоглиф. Скажем, мы знаем в Перу, пустыне Наска, где есть геоглиф. Оказывается, они вблизи храмов тоже были. И тоже, так сказать, есть надписи. Эти надписи уже более древние. Вот это еще один источник. Это, так сказать, топоглифы. Когда на земле писали или писали холмами и небольшими горными хребтами, и буквы там больше километра. То есть, вы представляете, такие надписи не уничтожить, не затереть невозможно. В отличие от камней, которые можно украсть, можно затереть, там все что будет. А технологии? Тогда были такие технологии? Это другой вопрос. Как были технологии? Есть еще один вопрос. А для кого все это делалось? Ну, видимо, для нас, чтобы мы могли прочитать, для потомков. Думаю, что были летательные аппараты. Иначе это все бессмысленно. Но самое интересное, оказывается, что и города строили так, чтобы было название в тот момент, когда их строили. Как они назывались? Я хотел про города как раз вас спросить. Вот это я называю урбаноглиф. То есть, надписи за стройкой городской. Вот, например... Вот в этой книжке, я вам могу показать, что на городе Москве есть надпись, которая называется «Москова». Сейчас. Я видел эту фотографию в интернете. Видели, да? Вот, вот, вот. Вот, это о чем говорит, что вот если мы это изучаем, то мы с вами можем точно сказать, как называлась та или иная страна, тот или иной город, в тот момент, когда он был... Вот, я уже приближаюсь к этому. Вот, скажем, город Аркона. Давайте покажем. Вот, у города Аркона внизу отроги, так сказать, холмов. Они дают надпись. Так что сомнений нет, что это было Аркона. Ну, мой вопрос несколько другого плана. Расположение улиц Санкт-Петербурга, современного, совпадает с расположениями улиц Афин, скажем так. Можно ли расположение улиц назвать геоглифом и посланием... Безусловно. Ну, скорее, это урбаноклиф, то есть, поскольку они застроены. Да, да, да. Да, вот я показываю, что, допустим, вот можно выделить название Москвы из города. И можно выделить название каких-то храмов. Вот, но другие города там лучше, там меньше застройки, там лучше это видно. Ну, здесь я об этом не говорю, потому что у меня будет специальная книга, может быть, где-то через месяц она выйдет. Я хочу такую науку назвать геоглифия. Как параллель географии. География – это природное образование, а геоглифия – это природопреобразованный человек. То есть, получается, Валерий Алексеевич, что наши предки летали на своих летательных аппаратах от поверхности Земли? Может быть, они сами не летали, может быть, они каким-то способом, может быть, змеи запускали. Но, во всяком случае, они могли это видеть. Может быть, астрально летали, да? Может быть, и так. И видели такую большую карту с названиями городов в виде урбаноклифа. Совершенно верно. Совершенно верно. Еще такой вопрос. Вот согласуются ли Ваши находки, Ваше прочтение с современным мейнстримом в науке, с официальной теорией истории? Нет, не согласуются. И это не случайно, да? Это не случайно. Вот об этом пару слов можно? Пожалуйста. Путем исследования примерно в 20-летней давности, то есть не давности, а в течение 20 лет я пришел к выводу, что существовала Русь не только на территории России, она существовала и в Западной Европе. Самое последнее образование, оно называлось Ярово, Русь, на острове Руяны, сейчас он называется Рюген, он в Германии. Там есть город Аркона. Вот там была столица. Вот, но сейчас, когда я начал исследовать этруские города, я увидел, что есть еще одна Аркона на месте города Воля-Терра, маленькая. Ну, это этруский город, он имел три названия, там было написано, что он из Руси Яра, то есть, видимо, из Руяны туда переселились, назвали так, как назывался основной город. Потом этот город назывался Мария, потом он стал называться Вольная Этрузия или сокращенно Воля-Терра. Это информация из летописей? Ни из каких из летописей, из самого топоглифа, то есть, когда вы читаете, и там огромными буквами, но это просто горными отроками, вы читаете в три строки «Сто лица». То есть, там по-другому прочитать просто невозможно, любой неискушенный человек может это прочитать. Ну, а территорию Руси старый писал Итючев, она простиралась там, по его мнению, от Индии до Сильдии до Этого океана. Ну, конечно, но это уже немножко другая, понимаете? Карта Меркатора, опять же, нам говорит о том, что Великая Тартария была огромная по телевизору. Карты сделаны, опять же, с очень большой точностью в то времена, когда не было таких технологий. Насчет точности, я могу поспорить, я специально занимался исследованием карты Меркатора. Понимаете, какая штука? Там, например, Скандинавия дважды изображена, некоторые, так сказать, есть такое. Да, я вам просто могу показать. Вот, дело в том, что он не знал, куда поместить гиперборею, вот в чем дело. Так, действительно было странно все. То есть, он взял несколько разных карт и попытался их совместить. И поэтому то, что было на одной карте, могло дублироваться на другой карте, чего он не заметил. И поэтому он в одном виде изображал то же самое, а потом в другом виде изображал, не думая, что это одно и то же в разных проекциях. Валерий Алексеевич, а вот его карта, она согласуется с теорией роста Земли? То есть, с теорией, что сначала был один материк и водной толщины воды не было на Земле. Потом она начала расти и материки разошлись. Я понимаю, но то, что вы говорите, это то, что происходило миллиарды лет. Конечно. Вот. И даже если брать раскол Пангеи на отдельные участки, это тоже, ну, где-то там 200-300 миллионов лет. Ну, примерно. То есть, показывает Меркатор, это то, что было, ну, может быть, там тысяч 10 лет назад максимум. То есть, на самом деле, он показывает в центре Гренландию, которая тогда и была в Гипербореи. В Гипербореи, по идее, должна быть где-то 113 тысяч лет назад, примерно в этих... Я понимаю. Дело в том, что храмы Яра по всей Земле, включая Месопотамия, печатали карту. У меня тоже есть статья, где я показываю, что вот как раз этим занимался храм Яра. Поэтому... То есть, они карты создавали? Создавали карты. А каким образом? Есть какие-то предположения? Есть, конечно, предположения. Но, понимаете, мы сейчас очень далеко уйдем вглубь. Ну, вот, считают, что китайцы изобрели компас. Без компаса вы карту не составите. Конечно. Спасибо, Алексей Васильевич. Вот, ну, вот этот вот компас, когда вы смотрите, что китайцы предлагали, там небольшой человечек, который вот так вот указывает, куда-то, он деревянный, видимо, и его сажали на острие, ну, и, соответственно, у него там магнитная... Магничность была, это как стрелка была. На телегу сажали. Вот теперь представьте себе. Ну, весит, допустим, эта фигурка, ну, пусть даже там 50 грамм. И вот вы ее, ну, скажем, в ближайшие 2-3 километра катите телегу. У вас, ну, шоссе тогда не было. Конечно, конечно. У вас бьется все время эта фигурка об острие. Спрашивается, через сколько времени острие затупится. Как только оно затупится, фигурка перестанет вращаться. То есть это чисто умозрительная схема, которая в реальности не применена. Теперь, где-то полгода назад, какой-то научный журнал опубликовал интересную статью под названием «Компас викингов». Там, оказывается, полевой шпат, значит, я сейчас не помню, какая его модификация, которая обладает двойным лучепреломлением. Просто, когда вы через этот шпат смотрите, вы в любой пасмурный день по поляризации можете сказать, где находится солнце. Понимаете? Даже за тучами? Даже за тучами. Пчелы-то ориентируются. Они же тоже по поляризации ориентируются. У них фаседочное зрение. Так что, когда вы знаете, ну, наверное, где-то светлее, там, где солнышко. И вот, но, внизу, на вот этом, так сказать, части, граннике, написано «Руяна Аркона». Вместо изделия. Ясно. Кто делал эти комнаты? Вместо Мейденчайна, да? Да, да. Это нечаянно, это не викинги, это русские дела. И по-русски написано. Алексеич, мы давайте вернемся к вашей книге. Да, а в этой книге я стараюсь показать, почему не хотят признавать русские древности. Они хотят по самым разным причинам. Самая банальная причина, которая лежит на поверхности, люди более ста лет учили одному, а теперь надо учить другому. Ну, наука развивается, тут ничего не поделаешь. Но, как вы знаете, старое сопротивляется. Пока новое не доказано, старое имеет место быть. Это самая простая причина. Идеологическое и политическое подоплека. А вот идеологическое подоплека, очень серьезное. Ну, во-первых, никто на Западе не хочет быть потомком русских. А опять возникает вопрос, а почему? А потому что когда-то Яровая Русь включала в себя более 90% всех государств на всем земном шаре. То есть все были входящими в Яровую Русь. И, видимо, в какой-то момент было такое национально-освободительное движение. По каким-то причинам им это не понравилось. Они хотели самостоятельно развиваться. Ради бога. Но, если бы на этом все закончилось, а то они, так сказать, раздраконили всю Яровую Русь. Из историографии вычеркнули ее. Но произошло это на самом деле не в античности, не в среднем веке. Это произошло... Гораздо позже. Только к середине 17-го века. Ну, вот у нас же на глазах произошло расчление Советского Союза. Примерно по такому сценарию. Примерно то же самое. Да, да, да. Вот. Поэтому моя задача показать, как складывалась Яровая Русь. Период ее расцвета, период ее упадка. Что образовалось в результате ее распада. Вот это очень интересный вопрос. Я также нашел, например, город Москву на месте Мадрида. И понял, почему называется Мадрид. Потому что все говорят, что Мадрид, допустим, от арабского Маджерет. А почему арабы так назвали? На самом деле у нас были сложно сокращенные названия. Город назывался... Аббревиатура, то есть? Да. Москва. Огромными буквами. Я посмотрел, вот в гугле, в планете Земля. Померил расстояние. 16 километров занимает надпись Москва. 16 километров – это радиус современной Москвы. Вы представляете, как... Какая-то... То есть не заметить такую надпись совершенно невозможно. Вот. Возникает... И что же это означает? Да. Но потом сложно сокращенное название. Москва – город. Магород. Арабы – это читают у них Г. Нет. Дже – звучит Маджерет. Москва – город Мадрид, получается. Да, и Маджерет, когда уже по-европейски прочитали... Че – прочитали, как... Учился Мадрид, ну и отсюда Мадрид. Ну, Е и И, они часто переходят друг к другу. Ясно. Валерий Алексеевич, что бы Вы хотели пожелать читателям Вашей книги и зрителям нашей программы? Читателям книги я хотел бы познакомиться с тем, Что всякое новое, если оно принципиально новое, Оно входит только с борьбой. Без борьбы, к сожалению, в науке ничего не бывает. Но так оно и должно быть. Понимаете, я вовсе не отрицаю старую науку. Старая наука сделала огромное дело. И я, как ученый, просто преклоняюсь перед подвигом Моих, так сказать, предшественников. Но наука не стоит на месте. Появились новые способы добычи знаний. Они нам показывают то, что по каким-то причинам, Пусть по политическим, идеологическим, Еще каким-то было утайно. И вот теперь мне абсолютно все равно. То есть сначала мне говорили, Вы так делаете, потому что Вы русский. Но если Россия была не на нашей территории, А на чужой территории, Этот аргумент вообще отпадает. Не работает. Не работает совершенно. То есть тогда немцы ближе той Руси, чем мы. Потому что они прямые потомки. Другое дело, что туда пришли тюрки, И они перешли вот на такой половинчатый язык. Тюркскую фонетику и русский. То есть можно ли говорить о том, Что все белое население планеты является русскими? Да. В этом смысле, да. Конечно. Хотя они называются по-другому. Но это не важно. Ну, один предок был. И одна, видимо, цепочка массов. Ну, это уже очень далекая история. Но, во всяком случае, Где-то даже в мезолите Уже появляются слова и Руяна, и Аркон. Генетики называют это русским геномом И характеризуют, по-моему, Называют эту цепочку РА1А, Которая появилась... РА1А, да. И это подтверждает исследование НАСА. Госдеп США. По заказу Госдеп США Были сделаны исследования И выявлен именно русский геном, Который... А тут ничего не сделает. ...присутствует во всех носителях. Понимаете, я специально не лезу в генетику. Я лезу как бы в культурологию. Я показываю культурную преемственность. А генетика показывает биологическую преемственность. И когда две эти ветви сходят, Чего еще? А вот если бы я на них ссылался, Тогда получилось бы они уже не очень независимые. А тут и независимые. Ну что же, благодарю вас за интереснейший рассказ. Всего доброго. До новых встреч.